Это кисть, прежде всего, в жирописе. На самом деле есть прятка, есть палец, есть мастихин. И в отличие от кисти, где будет разница между нами и опытным художником, колоссальная. Ну потому что тот учился кистью. Кисть это как карандаш. То есть феномен. Кисть это феномен карандаша. И если мы решаем задачу карандашом или кистью, как правило, дистанция между опытным, который делал это уже 8-12 лет, и нами будет невероятная. Если мы берем другие материалы, он в них не натренировался. Другие материалы, такие как тряпка, мастихин и палец, рука. Пальцы, кисть руки. Здесь мы способны на жест, так же, как и он, опытный художник. Просто способны на жест. А современная живопись, она вообще, в принципе, взыскивает с художника не умение рисовать, вы знаете, вы видите. А умение сделать поступок на холсте или еще каким-то образом, проявить вкус, проявить жест, эмоцию какую-то выразить. И это дает нам шансы моментально проскочить вот эту академическую массу знаний, которые желательно иметь. Поэтому я к тому, что можно использовать другие технические приемы на первом этапе. Ну, кисть будет долгое время не слушаться сейчас. Кисть руки и кисть в руке. А другие инструменты, они как раз дают возможность технически интересно решать, то есть, вот так сказать, эмоционально решать, то есть то, что сейчас и модно в живописи, и быстро-быстро достичь результата. Просто понимая, что свет, тень, то есть вот эти вот вещи для себя определяют. Ну и сама даже технология, сейчас это все показывает, поэтому это не будет так голословно, потому что пока это только воздух. Поэтому я призываю вот новичка, я так понимаю, что передо мной новички, призываю новичка встать на путь хитрости. То есть, обыграть свою неопытность, прийти сначала к результату, сначала уметь, а потом подбирать знания. Сначала уметь создать целую картину, умение, технологическое знание и умение написать, подать картину, подать. И для этого, вот в данном случае, конечно, мои уроки просто безупречны. Мы сначала, с самых первых уроков, мы делаем готовую вещь, мы часто, у нас много во время урока, мы видим, как другие картины делаются. И, конечно, можно шпиговаться знаниями в процессе. Конечно, я проговариваю какие-то основополагающие вещи. Ну, скажем, вот я вижу у вас некоторые в тетрадке, скажем, в тетрадку можно записать, ну, буквально на страницу всех серьезных знаний о живописи. То есть, знания о живописи, их нет. Ну, на страничку. Как декреты этих самых большевиков. И то, что льют воду, а льют страшную воду. Я, когда просматриваю иногда вот эти учебные пособия, ну, я понимаю, что просто становится страшно. И это ни к чему совершенно. Вся теория живописи в основном сводится к практике живописи. Как подойти, как решить. А теории там, ну, на страничку. Понятно, что свет кинет. Ну, опять же, ну и что, что свет кинет. Ну, вот, например, в тетрадку можно было бы написать, прямо чтобы зарубить себе на носу, сделать такую серьезную пометку. Теневые не любят много краски, а световые любят краску. Это очень важное знание, которое все время выпадает из виду. И если вы придете в музей и начнете просматривать, насколько это так, вы так и увидите, что теневые прозрачные акварельные, а световые густые. Вот это вот очень важное знание. Оно должно быть красным, выделено в любом учебнике. Но оно не выделено. Его даже вообще нет. Идет вопрос о свете и тени. Ну, конечно, важно. Ну, мы же, в принципе, это же свет и тень, штука-то очевидная, правда? То есть не надо уговаривать человека, что это тень, а это свет. А вот настоять, чтобы он на световую положил гуще краску, а на теневую сохранил акварельность, так сказать, малость фактуры, вот это важно. Ну, и так, в процессе, пока мы сейчас будем калякать, вы тоже увидите какие-то моменты, которые, может быть, стоит записать. Так, и начнем мы. Сейчас я выдаду краски. Значит, у нас еще какая проблема? Постоянно, как смешивать краски? Ну, прям, действительно, ну, как смешивать краски? Так, я вам скажу, чтобы вопрос этот отпал довольно быстро, нужно взять скупую палитру. Скупая палитра проповедана гениальными мастерами прошлого, своим уже развитым ученикам, то есть минимум красок в палитре. Ну, вот у меня есть знакомые художники, которые, видя мой опыт, тоже увлекаются этим, к этой идее, и потом, выходя, после уроков своих, которые там нечаянно кому-то умудрились сделать, они говорят, слушай, ну, почему от тебя уходят счастливыми, а от меня несчастными? Я говорю, ну, зачем человеку знать, что такое охра, когда он еще не знает даже, что такое желтый? То есть охра, это, ну, желтова, значит, да? Вот, так вот, это путает совершенно. Когда вы видите вот этот весь спектр, совершенно можно запутаться. Когда для неба можно выбрать чуть ли не 15 цветов из той палитры, которая продается, а какой зелень, а зелень какую брать, из зеленых штук 15 вариантов, и их что ли 15 купить, и этот темненький, значит, я возьму из этого тюбика, это сумасшедший дом. Взять нужно 4 краски, причем интенсивные. Вот, допустим, есть разные фирмы, и у разных есть степень интенсивности красок. Есть, вот как клей ПВА, выдавливаешь белый, высох, прозрачный. К сожалению, много красок выпускается, вот таких слюнявых. Вот это не слюнявые краски, это очень хорошие краски, мастер-класс. Иногда кажется, я пока учусь, я куплю что-нибудь подешевле, поучусь. И, конечно же, сразу сталкивается с тем, что, ну, никак невозможно, почему у него получается, вот я вижу, вот там азот. А у меня это же не идет. Да потому что ты взял паку, а хочешь сделать, как будто это у тебя краска. Вот, а краски выпускают, ну, так сказать, народные краски. Для детей, в школы, чтобы поменьше родители тратили, что тебе нужна желтенькая. Он берет, смешивает эту желтую с голубой, а оно зеленым так и не становится. И вот он, или зеленый становится такого цвета, что больше ничего невозможно сделать с этим зеленым, только вот. Для того, что зеленый имеет разные оттенки, да. И вот та каша, которая может получиться с плохой краской, чем не снабдишь эту кашу, так кашу еще, она уже становится грязью просто. Поэтому есть фирмы, которые стоит покупать и стоит ими пользоваться, потому что не будет грязной живописи, невкусной живописи, невкусных цветовых заморочек. И есть цвета, которые, есть фирмы, с которыми не надо связываться. Надо связываться обязательно с мастер-классом. Есть фирмы, которые тоже выпускают близкие к мастер-классу и берут там же пигменты и эти красочки. И цветов у нас всего будет. Ну, цветных цветов берилы будут еще. То есть пятый берил. Краплак розовый прочный. Обязательно. Краплак розовый прочный. Это интенсивный розовый цвет. Мощный, интенсивный розовый цвет. Голубая ФЦ. Художники часто презирают. Очень сильно. А? Очень сильно. Презирают. Да, говорят, немножко берите. Нет, ну немножко само собой. Просто часто презирают, что это... Очень ярко говорят, что... Голубая ФЦ. Просто художники, они имеют уже потом возможность, они знают, на что они идут, когда они берут красивенький цвет. И они сгармонизировать картины могут и разноцветиться. А нам это будет еще годик совсем недоступно. Нам нужно научиться сгармонизировать в цвете картин. Если у нас будет голубой и в разбиле в небе, и в зеленом в качестве голубой желтый, и в фиолетовом голубой розовый, то у нас будет сгармонизировано, будет единая... Ну как бы, каркас голубого будет один и тот же. И, соответственно, мы легко ориентируемся в цвете. Хочу раз, голубая... Голубая ФЦ. Кадми желтый светлый. Тоже это все мастер-класс. Кадми желтый светлый. Не темный, не средний, а именно кадми желтый светлый. Из кадми желтого светлого, чуть-чуть добавили розовизны, стал кадми желтый средний. А вот из среднего сделать светлый уже нельзя. Марс коричневый, темный, прозрачный. Коричневый, как и всего остального, будут другие. Марс коричневый, темный, прозрачный. Ну, я влюблен в эту краску. Опять же, художники для себя выбирают разные коричневые. Кто влюбился в это? Но, опять же, когда они уже умеют гармонизировать и без технологических цепочек, они просто уже заранее знают, где сколько должно быть какого цвета, чтобы все было сгармонизировано. Они могут использовать по пять, по десять коричневых для оттенков, для оттенков, конечно, в разбеле. Конечно, все коричневые проверяются разбелом, ну или жидкой заливочкой. То есть, и они в этих жидких заливочках и в разбелах все разные. Вот, ну, вот, марс коричневый, темный, прозрачный, это обязательно. Ну, для нас это точно. Можно себя снабдить, ну, как неким вспомогательным цветом, ультрамарин. Ультрамарин цвет. То есть, не иметь его в виду как гвардию, а просто иметь его в виду. Потому что иногда голубая, она слишком голубая. И синюшный цвет, вот синька цвета, из голубой можно добиться плюс, допустим, розовый. Ну, но это будет уже в пользу феолитаризмы. А иногда такой откровенный ультрамарин, особенно в тенях, в солнечную погоду. И вместо, так сказать, голубой ФЦ можно задействовать ультрамарин. Но, опять же, лучше сначала взять и без него обойтись, чтобы все-таки к этой дисциплине себя приучить. С белилами немножко полегче. Практически все фирмы, которые выпускают титановые белила, это, ну, они хорошие. Есть более клейкие, более сопливенькие, опять же. Вот, конечно, хорошо бы, чтобы консистенция белил радовала вас в вашей работе. Именно консистенция, вот, плотность красочки. Есть иногда недостаточно белые. То есть, вот она, выдают белые, а когда кладешь меньшим слоем, она не вполне белая. Есть даже сероватые какие-то по... Белила титановые обязательно. Значит, цинковые для вас тоже не белила. Цинковые белила хороши, допустим, для академической живописи, а-ля, там, допустим, голландский натюрморт. И вообще, вот, академической живописи, а-ля старинок. Для живописи эмоциональной, которую мы с вами исповедуем, нужны титановые белила, которые внятно белые. Потому что вы будете смешивать, а оно все не такое и не такое. Так. А, ну, качество эмоциональной белил, да, вы можете любую фирму использовать. Но, ну, вот рекомендую, например. Например. А что это за фирма? Да, есть. Что там написано? Вангук. Вангук. Ага. А, нельзя. Ну, гаммовские берилы, фирмы Гамма. Нельзя, Ларик. Вот, гаммовские берилы, на мой взгляд, самые классные. Поэтому, если начально наткнетесь, купите себе в запас. У них консистенция, ну, просто идеальная. Белость. Самая белая. Вот, и когда мы с вами, имея на палитре всего пять цветов, ну, четыре, потому что белый нельзя рассматривать, серьезный цвет, он как вспомогательный. То есть, всякого рода разбелый. Когда мы имеем на палитре так мало, то, конечно же, мы очень быстро осваиваемся. Что я получаю от смеси голубого с желтым? Что я получаю, если я голубому и желтому добавлю белил? То в пользу голубого, то в пользу желтого. То в пользу белил и в пользу голубого, то в пользу желтого и в пользу белил. Причем интересный момент. Некоторые художники даже делают себе такие карты. А можно палитру на холст подставить? Сейчас, 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 я понадоблюсь его. Иногда человек задувает, что нужно смешать, и можно создать себе карты. А цвета размещаются в любом порядке или там на белом? Нет, ну можно, можно соблюсти некий порядок. А какой порядок вообще? Ну, честно говоря, не принципиально. Можно порядок, ну вот я, видите, отдельно немножко отбросил белило, потому что почкотливая история. Если будет рядом, то будет много подмешиваться голубого к нему. Ну, в общем-то, ну, собственно, из этой жалкой кучки даже смешно устраивать серьезный порядок. Ну, просто не дать их как-то так. Макс, тряпкино? Все, 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 там еще все. А, все там? Да. Значит, у нас еще есть проблема разбавителей. Часто мы покупаем тройник, там у нас, ну, в магазинах часто покупают. Человек, когда приходит в магазин, упрашивает, что мне купить в качестве разбавляющего? Ему говорят, купите тройник. В тройнике разбавитель, то есть либо это будет скипидар очищенный, либо white spirit очищенный. И он такой водянистый, даже как бы немножко как водочка. То есть такой вот в смысле растворения. Но это разбавитель, не растворитель. То есть это просто разбавляющее вещество. А есть тройник, который продается. И часто его предлагают новичку, а он немножко вязкий. Потому что в нем и масло, и сикатив, и вещество масло. Сикативы делают его немножко вязким. Чего нам для первых этапов, особенно для первого слоя, не очень удобно. Поэтому тройник, он вообще как бы классичен. Его можно использовать и на первом, и на втором, и на третьем, и на десятом сеансе. Но мы больше обращены к тому, чтобы за один сеанс выстреливать картину. Потому что как только начинается второй сеанс, начинается сознание само, начинает по этой сухости вырисовывать. Оно невольно это делает. И как только мы начали вырисовывать, началась каторга. Ну и соответственно мы не знаем, куда двигаться. Мы до какого-то момента довырисовывали, картина рассыпалась по... Она перестала иметь эту цельность. И мы поняли, что мы бездари. Мы не убеги. Мы чего-то не знаем, чего знают. А разбавитель лучше? Поэтому для нас в основном разбавитель. Но если мы берем какую-то вещь, которую потом следует выписывать, то, конечно, такого рода вещи, во-первых, желательно в первое время просто не брать. Не надо себе портить настроение. А во-вторых, если мы уже берем такую вещь, то второй, и третий, и четвертый сеансы, мы должны четко представлять, что именно мы будем дописывать. Не переписывать картину, на что всегда рука настраивается. Все время хочется и здесь переписать, и здесь мы обязательно рассыпем картину. Вот как ни странно, вот этот первый этап, вот эта первая закваска картин... Закваска холста и первые шаги картины, они очень легко, очень... Там краска живая, поэтому все взаимосвязано, все перетекает в одно в другое, все сгармонизировано. Но когда мы начинаем вырисовывать? Вот, поэтому и задачи надо брать, которые можно выстрелить с одного раза. Я прежде чем покурить, сейчас я начну, покажу, а потом каждый из вас, пока я буду там курить, каждый из вас сможет попробовать, что оно такое. А палитру покажите, смешаемо. А, да-да, я еще хотел один вещь сказать. Один умный вещь. Только, если можно, на холст, чтобы было все... Да-да-да, конечно. Некоторые художники, и не только... А уж по данным новичкам, стоит сделать... Ну, художник, конечно, не делает себе из этих красочек поминки, он уже помнит их давно. Он часто берет 10 коричневых, выставляет вот сюда, допустим. И степень разбела. Степень разбела. Разбеливает, все белее, белее, белее. И смотрит на оттенки. И вот если ему, допустим, какой-то нужен оттенок, или, допустим, голубые у него расставлены, голубые, и он смотрит. Этот разбили, этот разбили, этот разбили. Стоит. Особенно вот с этой компанией, из нескольких красок. Значит, мы, допустим, берем разборитель. Немножечко. То есть здесь мы кисточкой не моем, не промокаем. Просто берем жидкость для разжижения. И вот, допустим, мы создадим себе некую карту. Вот голубой, без разбила, да? То есть мы видим его. Без разбила мы можем, так сказать, ориентироваться, что будет, если он будет тонким слоем на холсте. Вот он же в разбили. Можно еще один усиление разбила совершить и посмотреть. То есть мы ориентируемся, что мы имеем от разбила. Вот, допустим, по соседству. Я пальцем, чтобы кисть уже испачкалась немножко. Вот у нас желтый. А вот, допустим, желтый в разбили. А карта будет состоять... Ну, желтый в разбили, это, конечно, не интересно. Ну, и, собственно, и голубой в разбили тоже достаточно интересно. А интересно в карте, как они между собой звучат. Вот, допустим, можно сделать карту зеленых цветов. Можно желтый поместить сюда и начать, и даже прибавить... Сейчас коричневый, как вы видите. Почему? Прибавить коричневый. И вот, допустим, смешание одного цвета с другим. Причем по мере разбиливания. То есть мы же можем разбилить это дело. То есть, допустим, мы смешали голубой и желтый. Получили тупо зеленый. А вот в пользу голубого. В пользу голубого. Другой оттеночек, да? А вот в пользу желтого. Еще оттеночек. А вот еще сильнее в пользу голубого. И, может быть, в пользу разбила. Это тоже зеленость. Потому что листья часто отражают небо под каким-то уклоном. Ну, как зеркальце. И вот такие есть оттеночки. Часто и в тени и прочее. То же самое разбил в пользу желтого. Вот мы видим некую карту. Теперь у нас, допустим, есть коричневый. Что будет, если вот к этому добавить коричневый? Или, допустим, с синим коричневым. То есть разбросать их как-то разумно на классе. Я думаю, вы согласитесь, что в тени, в солнечный день, в тени. Такая чернявая тень, да? В солнечный день у зелени. То есть нарядный желтоватый цвет на зелени. А тени такие аж чернявые. Ну вот, например. Это зеленый в тени. Плюс к нему же желтота. И еще какой-то вариант. Ну вот наши оттеночки. Мы можем просто сделать себе карту. И даже иногда просто на досуге, посматривая. Ага. Да, 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 да. Точно, точно. Или с картинкой какой-нибудь. Ага. Вот. И, так сказать, просмотреть, что и как звучит. Ну и плюс, конечно, белила. Посмотреть, как это разбило. И вот сделать себе, ну, примерно. То есть какую-то логическую взаимосвязь. Как из этого сделать? Так, чтобы было понятно. Голубой, желтый. Вот они где-нибудь здесь, по этой траектории, допустим, разместятся. Голубые, белые разместятся. Желтые, коричневые. Это вот, кстати, об охре. Есть понятие охра. Вот мы берем разбил коричневого. А вот, добавляем к нему желтый. Мы получили, практически получили охристый цвет. Мы можем добавить к этому чуть-чуть красноты и уже золотистая охра. Можем добавить белил, еще какой-то вариант охры. А можно взять чистую охру, которая ни о чем нам не скажет и ничем нам не поможет. Но когда у нас всего пять цветов, четыре практически, белил и не все, то, конечно, мы очень быстро запомним эту молитву Отче нашим. Мы будем ее знать как Отче нашим. Быстро, быстро, быстро. Потому что десять раз смешаем, и они будут как родные, вот эти красные. А если мы будем прибавлять новые и новые, то, конечно, у нас начнется разновой, и мы забудем, как звучат те или иные. Ну, допустим, о розовом тоже немножко высказать. Розовый, вот этот краблак розовый прочный у мастер-класса фирмы, самый приятный по цвету в разбиле. Ну, видите, кисть уже немножко припачкалась. Вполне симпатичный в живком состоянии. И все это можно прекрасно мешать. Вот, допустим, красный-желтый и более алый цвет возник. Более алый цвет. Да? Ну, тоже и красный подмешать. Можно сделать отдельную карту. Ну, прямо несколько карт себе составить таких. Отдельную карту зеленых. Отдельную карту, причем зеленых обязательно коричневый участвует. Потому что он, видите, подмешиваясь, дает разного рода усложнения. Вот, допустим, с коричневизнами зеленца тоже имеет. Мы часто видим деревья вот такого цвета, особенно сейчас. Вот. Поэтому сделать карту зеленых из этих троих плюс белила. Сделать карту рыжих из желтого, розового и, может быть, плюс коричневый. То есть, вот, просто сделать себе эти карты и так периодически на них поглядывать. И если мы забыли, что из чего получается, а действительно не любим. Откровенно забывают. Да смешно захотел. Вот девочка училась. И вдруг спрашивает меня. Слушай, а как ферия твою получить? Я говорю, давай сама. Вспоминай. Ну и действительно она посмотрела, проследовала кисточкой. Ну, розовый, синий. Ну, ну. То есть, вот, как бы. Есть вещи, которые просто иногда забываются. Вот. Но, в общем-то, когда мы часто пишем. Ну, она там не часто, как я делала, там, две недели. Поэтому, действительно, забывала. Вот. Это, по поводу палитры. То есть, скупая палитра. Это, прямо вот, запомните. Вот описать. Скупая палитра. И держаться ее железно. Вот прямо код даже себе ничего не позволяет. Никаких из уст. На моих руках можно там немножко из уст. Потому что я знаю. А вы уже под моим постом, как бы, увидите, как это поучаствовало. Ну, в домашней работе надо прямо выручить эти красочки. Вот. Палитрочка сама. Вы видите, на полстике, да? Ну, красиво же, когда круглая палитра. Правда? Да и такая, опрятненькая, аккуратненькая. А это уже, вроде как, не очень опрятненькая. Но только эта палитра всем хороша. А та не всем. Я думаю, все из вас, что вот этим инструментиком, мастихином, пользовался по деревяшечке этой палитры. Заметили, что она как-то вот сопротивляется замесу деревянных. По такой поверхности она сопротивляется. Вот трудно вот на этом. Потому что палитра не сразу, не долго сохранит свой глянцевый. А и на глянцевом еще труднее. А здесь холстяга перед нами прогибается. И мы моментально делаем внятный замес. То есть, холст полностью послушен. Поэтому палитру лучше сделать из какого-нибудь холстика. А зернистость какая? Все равно. Главное ее превратить в грязные. То есть, не на белой палитре, а в такую грязцу превратить. Затереть там все виды краски. Просто сделать такой вот. И можно тряпкой растереть. Высохла, все, у вас хорошая палитра. И в конце, после урока, после каждого вашего сеанса, как вы подписали, вы красочки вот эти пособирали из палитры. Вот эти вот красочки пособирали. Сдали с тряпочками у себя и выкинули. А центральное вот это место затерли тряпкой. И у вас петлячок для работы есть. А эти красочки, они сохнут не быстро. Поэтому они у вас по краю остались. И очень хорошо и пусть живут. Ну, периодически они уже тоже приходят в грязное состояние. Поэтому иногда и их сбриваем. Особенно если они уже готовы затвердеть и высохнуть. Чтобы палитра не превратилась в кучу гурой краски. Хотя превращается и в кучу гурой, ничего не работает. Ну, художники, ленинцы иногда. Значит, вы поняли, да? Центр разгребли в конце своего сеансика. Тряпочкой затерли. И вот эта грязца, которая образовалась от затирания, вас устраивает. Тряпки постоянно новые надо использовать. Я покупаю рулоны тряпки. Прям на складе беру. Потому что бумажки или какие-то еще. Безьбези. Тут надо много. А еще один момент. По поводу зерна хотела это бы решать. Да. Зернистость холста. Средняя зернистость холста. склоняется больше к мелкой зернистости, но не мелкой зернистости. Вот я купила мелкую, и у меня скользило, как по полиэтилену. Как по полиэтилену. Не послушала. То есть есть задачи, которые можно и нужно выполнять, особенно академического толка. Когда мы собираемся послойное письмо, новосеансовое делать, там, да, там, чтобы лицо было не зерно было видно на лице, а мазочечек, укладка по форме, там, да. Это мелкая зернистость. Да, ну не связывайтесь пока. Вот просто на год, у вас за год расширится кругозор, вы ко многому присмотритесь, но тогда вы уже сможете себе позволить какие-то необычные красочки, ну или обычные, но просто разноцветительные краски, и сможете подбирать другие холсты под новые задачи и прочее, прочее. И по поводу холстов еще один момент. Вот лично у меня, так вот бог дал, я со многими работал, но вот сейчас у меня есть поставщик, который поставляет мне холст итальянский. Ну, слово итальянский в данном случае ничего, потому что такие же китайцы делают везде. Но этот холст делает завод четырехэтажный, который этим холстом занимается уже много лет. Четырехэтажный завод, который производит одни только холсты. И, соответственно, качество покрытия, ну, просто идеальное. У него есть разные холсты, и мелкие, и крупнозернистые, и на хэбэшной ткани, и на льяной. Вот, кому как угодно все это, значит, рекомендую холсты покупать у меня. Есть особенно, если мы решаем задачи а-ля мои, которые я там вам навязываю, задачи. Вот вам желательно покупать. То есть они у меня по цене соломных, такие как в салонах. Вот, поэтому... Но качество идеальное. Потому что часто люди покупают холст, потом говорят, слушай, а почему бы я делала? Я говорю, ты холст у меня делал? Нет, я там купила. А он, допустим, и жидкость, которую мы налили, допустим, разборитель, и саму маслянистость из краски сразу взял и впитал. И стала очень терпко работать. Она говорит, а почему? Я говорю, ну, потому что недостаточно там, может быть, желатина положили, еще чего-то прослойка не состоялась. Грунт впитал в себя вот это маслянистое и стало очень вязко, как на картоне. Вот, можно себе представить, если мы сухой картон положим в краску масляную, масло уйдет и останется вот невкусное. Так, ну так вот, если мы вдруг... Вот прямо сейчас с чего-нибудь сложненького и начнем. Ну вот, допустим. Допустим, у нас фотография. Не картина, а фотография. Девушка, танцовщица. Почему я в данном случае беру картину? На картинах уже все решено. Вот если на фотографии нам еще предстоит решить, то на картине уже решено. Наша задача просто пройти тот же путь. Еще один момент. Копирование мастеров – самый быстрый путь к совершенству. То есть не очень для всех всегда проблем. Срисовывать или не срисовывать? Вся живопись – это одно сплошное срисовывание. Даже если я придумал идею, я ее себе там где-то набросал. Вот здесь у меня человек, вот здесь гора, вот здесь дракон. Но потом я открываю интернет на сегодняшний день. Или как в прошлом беру блокнот и делаю зарисовки для человека, для дракона, для сюжета горы. То есть мы все равно материалы постоянно используем. Шемякин, кажется, так он вообще, который в Америку уехал, так он, по-моему, для художников собирается сделать какую-то гигантскую в интернете картотеку с материалами. Что, человек, когда ему нужно что-то нарисовать, не парился, а зашел к Шемякину. Все нашел. Поэтому вопрос о срисовывании должен вообще быть снят в повестке дня. Это какие-то предрассудки детства. А ты срисовал? А, ты срисовал. Типа это каждый дурак может. Вот. Ну, можно вопрос еще вот. Да, по кисти. Может, мы не совсем к теме. Кисти, это уже очень хорошая тема. Ну, просто хочется вам еще и бить накалякать, чтобы потом тоже постояли немножко. Чтоб не только руками махать, а и... Нет, кисти надо. Ну, все. Ну, так просто. Вот. Значит, по идее, каждый нормальный человек знает, что надо сначала что-то там нарисовать на холсте, да? Что-то нарисовать, нарисовать внимательно, карандашиком стоять. Чуть ли не целый сеанс убить на то, чтобы прорисовать вот эту куклу. Чтобы потом деликатно обкрашивать эту линию, чтобы, не дай бог, не зайти. Ну, это сумасшествие. Хотя все им заняты. И учителя в этих студиях дают именно по такой технологии. Как правило. Занял на три часа. Там же немножко денег. Ну, там, 50 гривен заплатил за урочку. И тебе дали карандашечек. И ты целый сеанс сидишь там, ковыряешься. А тот может опять тебе покурить, посмотреть в интернете что-нибудь и так далее. Вот. Ну, у нас немножко другие задачи. Наша задача научиться. Значит, можно, конечно, сделать карандашный рисунок. Мало того, можно его сделать по клеточкам. Не грех. Классики тоже делали по клеточкам. Вот они сделали себе эскизик в будущей картиночке. Там что-то у них нарисовано. Тут, здесь нарисовано. И они смотрят, да, хорошо, хорошо. Вот как-то вот сгармонизировано. Все очень как-то культурненько. Они это все поделили на клеточки. И перенесли на большой холст. Они делали эскизик. Потому что вот очень уж хорошо вот эта линия у них там получилась. Для них это важно. Поэтому они понимают, что если они будут сейчас от руки снова искать ее, может быть, она будет в другом месте. Поэтому по клеточкам не грех. Можно поступить еще таким образом. Взять полиэтилен. Прозрачный. Взять полиэтиленчик такого размера. И сначала по клеточкам. перенести на него вот это изображение. Чтобы потом, когда мы уже начали, приложил и посмотрел. А, вот здесь я не точно сделал. Вот здесь, вот здесь. Убрал полиэтиленчик. Попрал. То есть можно... Ну, потому что действительно наш глаз не скоро начнет точно видеть. Но технологически очень неразумно сделать рисунок, а потом его окрашивать. И вы сейчас увидите почему. Значит, в живописи маслом мы делаем сначала то, что сзади, а потом то, что вблизи. Сзади фоновое пятно. Вы видите, что фоновое пятно состоит буквально из трех цветиков. Желтенькие, розовенькие и голубенькие. Голубенькие с желтеньким дали зелененький, с розовеньким голубенькие дали сиреневость. Ну и плюс берега. Можно на холст набрасываться довольно нахально. Аж вот так. Почти как мокрая акварель. Буквально набрать, наметать краску на холст, чтобы было с чем работать. Может, вариком будет? Нет. Вариком будет невкусно. То в пользу розового, то в пользу желтого, то в пользу голубого. Набираем интересное какое-то цветовое пятно. Тут же где-то может быть белильца подмешать. Можно следовать этим пятнам. Можно новые придумать. То есть, чтобы не было точной копии, чтобы нам потом не стесняться, чтобы без грудинга выкопировал. Можно немножечко уйти от точного копирования. Видите, я прям подливаю жидкость и навязываю, навязываю, навязываю краску. То есть, вещество краски на холсте нужно. Разбавитель у вас без запаха? Ну, слабо пахнущий. Он называется слабо пахнущий. Ну, вот те, кто был на уроках, они знают, что я, когда что-нибудь вот такое делаю, я обычно зову посмотреть, потому что действительно штука очень ценная. Ну, вы видите, что, в принципе, уже красиво, да? Уже на это смотреть можно. Уже там можно что-то указывать себе. Еще один момент. Новичок, как правило, держит кисточку перпендикулярно холсту. Вот так. Практически все. Все держат вот так, как шариковую ручку. Ну, и мне иногда еще умудряются еще какие-то способы, как шариковую ручку они держат там по-разному. Иногда разные способы. Но обычно это все-таки вот так, перпендикулярно. Значит, художник, как правило, работает, либо... Значит, кисть. Если мы работаем кистью, кисть это практически как карандаш. И вы, я думаю, видели и в учебном рисовании где-нибудь, что кисть вот так держит. Большая она, значит, не очень понятно. Карандаш, вернее, карандаш держит вот так. Штриховательно, рисовательно, но он все время лежит параллельно холсту. То есть лежит кисть. Не торчит? Не-не, это не стыдно. Просто привычка, что мы вот так рисуем. Действительно, какие-то очень мелкие подробности можно встать и потом вырисовать перпендикулярно холсту. Но общие массы, общий рисунок, даже линейный рисуночек лучше делать лежачей кистью. Например, вот нам, у нас задача нарисовать дерево. Можно вот так, да, войти и рисовать какую-то веточку. Одну, вторую. Но, как правило, когда мы рисуем вот эти вот веточки, мы же привыкли, что дерево это вот так. Ну, обычно. Морячок рисует дерево вот так. И чтобы его от этого отучить, особенно важно, чтобы он взял кисточку вот так, лежачим по отношению к холсту состоянием, положил кисть и начал вот такое извращение. В мокрый холст легче вводить краску, поэтому я перейду сюда. То есть гонять, гонять, вытягивать, вытягивать, коряжистость, да? Дерево. Коряжистость. То есть линия идет вот под такими, вот под такими рваными движениями. Либо вытягиваем тоже. Вытягиваем где-то, подкручивая, тоже немножечко поддрыгивая рукой. И у нас появляется красивая, интересная линия дерева. Там, если дерево, портрет дерева, то не обязательно делать уже с таким подробным, как лицо. Поэтому там, конечно же, могут быть уклоны не вполне точными, но если мы характер дерева подглядели, то все очень может быть похоже на продукт. Значит, либо вытягиваем линию, либо втягиваем, если речь идет о деревьях. И главное, кисть лежит на холсте. Кисть лежит, когда мы наштриковываем. А мы постоянно наштриховываем. Короткий, настойчивый штрих. Обычно даешь наштриховать небо. Ну, первую задачу, конечно, наштриховать все. И человек хочет вот так штриховать. Тоже, ну, нормальное желание, поскорее это сделать. Сказали это? Нет. Короткий, настойчивый штрих. Во всем короткий, настойчивый штрих. Если это штрих, то короткий и настойчивый. Распределяющий. А, ну, вернемся к нашему. Значит, кроме такого образа фонтика, фонтик может быть, например, решен тряпочкой. Например, сейчас. Вот, допустим, мы накидали кисточкой красочку, а теперь взяли тряпочки и немножко создали вертикальный ритм. Вертикальный ритм. Это могут быть шторочки для нашей куколки, на фоне которых она стоит. Вот это уже тоже, смотрите, более-менее симпатично. Можно потом еще, можно до более сухого состояния довести, до более распределенного. Можно вот такие вещи делать. То есть тряпка, посмотрите, организовывает пространство достаточно интересно. То есть она, вот есть понятие, организовывает пространство. Кистью часто мы не знаем, а как сделать так, чтобы это было интересно. А вот такие вот всякие технические заворочки, они могут дать интересный день. Просто в силу того, что она, ну, вот такая пляшущая эта история. Можно фоновой петной сделать, допустим, мастихинчиком. Сейчас еще поперем в красочек. Подобокит, но это очень сложно. Однажды какой-то там, какому-то художнику великому привели ребенка и сказали, может он вам, ну или там не ребенка, а своего сына взрослого, привели, может он хочет у вас поучиться, хотим, чтобы он получился. Может быть, он хотя бы фон будет закрашен. Я фон до сих пор не начал. Поэтому фон, самое главное, организация пространства в фоне. То есть, чтобы он был интересный, чтобы какой-то живой, ну вот там забудный какой-то, какая-то организация этой пустой плоскости, да? Какие-то вот полосочки, рисочки, звездочки. То есть, организация задника, она важна. Вот там тоже что-то там неровное, да, не выкрашенное. Где-то внизу вообще акварельно, а вверху было густо. То есть, организация простая. Это может быть сделано, в том числе, например, мастихином. То есть, какими-то, какими-то, вот такими рванностями. Плашмя, прям плашмя мастихином, можно создать вот эти звуки. Вы потом подойдете, тоже попробуете, чтобы просто все это действительно сразу осело немножечко. Потому что, когда рукав поучаствовало, все это оседает. То есть, вот, какое-то баллонство в фонровом петне можно создать. Особенно, когда мы только что влагу кинули. Он особенно хорошо играет с этой влагой мастихин. То есть, живенько играет. Вы видите, достаточно интересные происходят. И вот в этом пространстве, допустим, мы будем и создавать. То есть, ну, пока, допустим, будет некая пустота, в которой, ну, никакое пановое петно, которое мы потом доупакуем до какого-то другого состояния. И, допустим, у нас проблема рисунка появилась. Пановое петно мы кинули. И вот этим инструментом, взяв, допустим, его вот так, поджав пальчики, взяв острье, чтобы острье чувствовалось. Мы можем начать создавать рисунок. То есть, мы для начала просто вырезаем себе холд по ранненьким. Практически невозможно. Поэтому без страха создаем эти основные линии. То есть, где-то в этой части чуть-чуть смещена вправо, в этой части, в принципе, фигура. Вот этот ствол фигуры мы чуть-чуть себе накинули. Если мы не попали сразу, мы опять же пальцем тут же упразднили рисунок. Вот наша стерка. То есть, мы тут же упразднили линию, если она не в том месте. Мы видим, что где-то в середине это палочки, на которые она опирается. Чуть выше середины. Ну, можно чуть выше. Допустим, у нас нога. Допустим, у нас платье. Можно иногда и не вот так держать, а просто даже вот так держать. Подрезать. Подрезать, достать этот рисунок. И вы видите, что он выбирается и появляется силуэт необходимый. Там, где-то мы плечики увидели. Где-то увидели одну ручечку, вторую ручечку, головочку. То есть, рисунок немножко уже появился. Но он появился в среде. И это очень важно, что он появился в среде. Потом, допустим, у нас есть необходимость высветить его. Мы, допустим, взяли тряпочку и в этом месте чуть-чуть достали краску. То есть, мы не полностью ее вытерли. У нас немного краски осталось. Еще осталась она на периферии, которая будет подмешиваться. Но мы уже можем в это пространство более удобно вложить, допустим, берем. Причем, можем даже в начале, чтобы не переборщить с количеством краски. Палец, когда укладывает краску, у него есть способность не переборщить. Он контролирует ситуацию с количеством краски. Поэтому пальцем можно набрать основные мотивы рисунка. Допустим, у нас ножичка. Или там две ножки, да? Ножечка. Ручечка. И вот, допустим, цвет тела. Мы знаем оранжевит наше тело. Взяли розовый, желтый. И в это уже немножко расчищенное пространство. Ручечка светла. Плечики светлые. Приклеечка немножко дадим. Деликатенько. Наполним вещи тонко. Игорь, можно попросить поменять холсты и местами, чтобы отвечать, да? Нет, нет. Нет, так он туда поставит, будет еще лучше видно на камеру. Ну, я буду тут так, то сяк, поэтому это не лепает. То же самое, ручечки. Обратите внимание, что палец еще и круглит как-то. Вот тем, что он, ну, как он укладывает, он еще и круглит изображение. Посмотрите, невольно ощущается, как круглая, да, рука. То есть, особенно, когда речь идет о фигурочке, вы всегда можете воспользоваться вот этим инструментиком. Ножечка. Посмотрите, круглит уже. Хотя ничего особенного не делалось. Личечка там какое-то. И вы, когда подойдете, обязательно прям попачкайте пальчики, чтобы ощупать, сколько краски легло для того, чтобы мочь с ней работать. Вот эту краску можно гонять бесконечно. Мало того, если я, допустим, чуть-чуть перебрал, ну, допустим, я высветлял и немножко перебрал краски, белил, я ее пальцем же промокнул и собрал лишнюю, и опять продолжил высветлять. Опять добавляю новую. Сначала убрал, а потом добавляю новую и еще высветляю. И вот это вот сиятельное состояние укладки, да, оно как раз нам на руку. Ну, допустим, вот волосики можно тут же кинуть мастихином и, так сказать, на нашу идею вот эту, делать с поступком. Вот мастихин в данном случае волосам даст некий поступок. То есть просто красивое, мощное притно поставить. Мало того, что оно будет сразу очень выразительно смотреться. Где-то вот стараться, может быть, по форме уложить эти мазочечки. Ну, оно и выразительное по темности, да, вы видите, сразу прозвучало. И еще и хорошо то, что оно сделано, так сказать, с поступком. Потому что если мы будем вырисовывать там подробности, мы столкнемся с тем, что мы ничего не умеем. Вот. А так очень многие справляются. Ну, допустим, красочка. Здесь мы уже, допустим, разобрались чуть-чуть. И нам нужно набрать более светло. Мастихинчиком. Густую красочку. Но меру густоты соблюдаем. То есть такая густота, которую еще можно потом слоем прикрыть. То есть не нашпатлевываем и нашпатлевываем красочку. А соблюдаем ту меру, ну, как масло в хлеб вмазываем. Не кладем кусок, а прямо вмазываем. И немножко под наклон на конек ставим мастихин. И как бы перед собой придавливаем красочку. и она укладывается плотно, красиво. А без густоты разбавлять не надо? Да, в данном случае уже без разбавления. У нас достаточно влаги на холсте. И мы сейчас и пальцем ходили без влаги, и мастихином тоже прямо густую краску брали в чистом виде. У нас еще есть эта ручечка. То есть все, вот прямо попробуйте, вот кому не ловко успачкаться, попробуйте ощупать вот это количество краски и вообще общение с краской прямо-таки на краску. Вот. И попробуйте вот это движение сделать обязательно. Ну, тут какая-то веревочка. Вы видите, тут же и пальцем можно помочь себе. Какие-то там рыжести с этой стороны у белого, то есть теневые места. Мастихин часто просто даже штриховывают. Можно вот такие поступки совершать мастихином. А мастихин любой можно использовать? Мастихин тоже. Это серьезная проблема появилась вот с этим мастихином. Все смотрят мои фильмы эти обучающие и скупили все мастихи. Ну, вот Макс знает, как их делать. Так что будем скоро буквально делать, потому что обращаются они, а нечем. Так, это вот, допустим, просто для того, чтобы вы ощупали. Если вы улучшите, пока я буду курить, будет хорошо. Значит, прямо буквально пощупать, как звучит вот эта вязкость, чтобы мощиться в спасательной работе потом это проделать. Можете уточнить плечики, по такой траектории пошли. Можете даже пощупать пальцем вот такие мазочки, просто чуть-чуть, чуть-чуть ощупать это. да? А я по этому попробую. а я покаю, а то, что только мне подойти и горячай поставь. Давайте, с кончиком, да, попробуйте. С кончиком попробуйте, пощупайте. светлый, светлый. И вот мы, допустим, будем разбирать тему светлого, яркого, солнечного дня. И вот, разбирая эту тему, мы выясним, как работать, чтобы это было не... Вот, допустим, у нас фотография, красивая фотография, где-то мы были, там есть тень внятная, есть свет солнечный, залито все солнцем, какие-то домики. Но, если мы просто будем срисовывать на фотографии, допустим, сероватые тени, то это будет, ну, просто скучная, неинтересная работа и нам, и будущему зрителю. Что делают художники? Они, допустим, всю теневую, которая есть на картине, допустим, от домов тень, стена дома в тени, тень от дома и лоскутки света между этих теней. Художники часто берут синий и покрывают все, что в тени, этим синим. накально покрывают, ну, разбеленным, допустим, всю теневую часть. А всю световую часть разбивают, допустим, выкрашивают, или кладут краску разбелу оранжевости, да, легонькой оранжевости, но сильный разбел. И у нас получается внятная теневая на холсте, то есть два витна мощных появляются, внятная теневая, внятная световая. И уже в рамках световой мы разрабатываем там подробности, мелкие подробности. И в рамках теневой мы разрабатываем эти подробности, но у нас синий уже кричит синий в теневой, и оранжевый разбел мощный кричит в световой. И мы уже копошимся внутри этих пятен. И тогда получается живопись, тогда получается вот эта вот преувеличенность. но надо увидеть, как копошиться в теневой и в световой. То есть, понятно, что есть в книгах иногда раскладки этих, и смотришь, да, вроде все разумно, ну, трудно, вот пока ты не видишь природу вхождения в этот синий, допустим, который вот на картине наполовину все в синим, а здесь лоскутки мощные оранжевого. Вот, пока ты не видишь, как войти в это, конечно, очень трудно сориентироваться в самостоятельной работе. Поэтому, хотя бы увидеть, как это сделать, вы это сможете. Или, допустим, у нас проблема будет портрета. Есть проблема романтического портрета, который нам посилен. Это мы сейчас, попробуем в минуту. Нам посилен романтический портрет, то есть приблизительный портрет. Даже если мы угадываем черты лица в этом портрете, ну, скажем, полные губы, даем полные губы. Если мы, допустим, хотим тонкие губы, даем тонкие. То есть мы, как бы, перечисляем приметы человека, но не в такую меру, как академический портрет, который дает полную точность. То же самое, идеи ню, то же самое, идеи цветов и так далее, и так далее. То есть мы будем брать прямо тематическую, то есть часик я поговорю об чём, а два часика мы буквально расследуем, как писать то или иное. И вот можно будет приходить и зачерпывать потом для домашней работы. Ну это в плане экономии средств. Конечно, разумнее всего хотя бы пробник сделать на уроках. На уроках со мной. Для того, чтобы вникнуть и ощупать культурно. То есть на уроках что происходит? Я загоняю картину к результату. Человек, конечно же, в процессе будет спеляться. Я его всегда загоняю к результату. То есть кто-то ошибся, я ему обращаю внимание на ошибку, либо стираю, показываю, и в итоге он все равно приходит к результату. 80% в любом случае рисует человек как правильно, ну в среднем. Есть, конечно, послабее люди, посильнее. Но в целом все-таки человек написал картину, он все ощупал, он каждый сантиметр картины сам опробовал. Бывает так, что я, допустим, в каком-то пейзажчике две фигурки. Я подошел, нарисовал эти фигурки, человек доволен, думает, вот, хорошо, красивую картинку несу домой. Я их тоже снимаю, говорю, давай с пейзажчиком. Ну и он, конечно, щупает. Ну, если он не заправляется, то, конечно, я снова захожу туда, снова поправляю. Вот. Сейчас, допустим, ну, допустим, попробуем немножечко столкнуться с патетом. Я сейчас беру сложные вещи, может быть, не обязательно было бы сложные, но просто для того, чтобы вообще оценить для себя возможности, что возможно это или невозможно. Ну, что касается фигурки, только я что хотел еще сказать, что можно, опять же, от того, что краски мало, то есть можно пользоваться пальцем как стеркой, тут же, то есть если мы где-то не точно совершили подстереть, подстереть, подвинуть одним пятном, подвинуть другое, да, одним пятном, подвинуть другое, то есть, или наоборот, надвинуть это пятно наружу. Допустим, вот голова преувеличена, да, ну, сбрили голову, ничего страшного, сбрили, уточнили, снова вернули фановые мутности и снова, снова уточняют. То есть все в масляной живописи, в отличие от аквареля, от других материалов, все поправимо моментально, то есть можно тут же, мы же можем целые сутки провести с краской, и она не высохнет, то есть мы можем гонять и гонять эту краску, она все послушлива и послушлива, то, конечно, выгодно ее отличать от других материалов. Скажем, не рекомендую вообще пользоваться акварелью сразу, это вообще самоистязание. Я думаю, что те, кто пользовался, знают это, да? В аквареле, ну, кроме мокрой акварели, какие-то заливочки, отражения в воде, ну, там, да. После масла же ее уже и не хочется. А после масла и не хочется, потому что берешь в руку, маешь вещи, а там, ну, в тумбочку положил, как правило. Ну, хорошо, если оформил, если было что оформить. Вот. Ну, в маслах так получается, что даже каляки-маляки в масле звучат. А в аквареле это вот такой бумажечкой, ну, только в тумбочку. Ну, а потом собрать в стопочку и выбрать. Вот. Сначала скапливать, потому что вдруг что-то в этом есть. А масло ну, что-то есть, и все, смотришь, да? Ну, все, пожалуйста, иди. Абфракция. А что это? Абфракция. Это была попытка, не моя, это была попытка совершить от медитации, медитации с кистью в руках. Ну, вот у человека так. чем плохи для нас графические материалы. Ну, например, акрил. Как хорошо, да? Тут высок. Плохо. Потому что акрил требует рисунка. А рисовать-то мы как раз и не умеем. То есть, не надо брать акрил, потому что он высох, и вы сухо хотите уточнять рисунок, а вы не видите рисунок. Просто не видеть. Нет смысла. Почему имеет смысл сначала набрать фоновое пятно, а потом пятно фигуры наисковать? Почему не стоит сначала рисуночек, а потом обкрасить? Минимум потому, что все должно вписываться одно в другое. Это минимум потому. А еще и потому что... Так, мысли сейчас полетел, сейчас я ее подыру. Ну, потому что. Почему нельзя сначала нарисовать, а потом обкрашивать? Потому что мы видим от пятна лучше, чем от линейного рисунка. Проволочку линейного рисунка мы плохо видим. Мы еще не воспринимаем проволочками окружающий мир. Проволочка линейного рисунка. Мы не воспринимаем это. Линейным рисунком мы окружающий мир не воспринимаем. По пятнам, да? Силуэт. По пятнам мы видим силуэт человека. Мы же не проволочку увидели, мы увидели силуэт. Поэтому, сколько бы мы не тужились в проволочку, ну, конечно, методом усердия на какого-то можно добиться более-менее сносного результата. Но от пятна мы сразу увидим силуэт. Ага, отошли. Так. Ну, по-моему, сместилась в сторону или голова слишком крупная и тут же уменьшится. Если мы нарисовали карандашиком, то наверняка голова будет очень крупной, ноги очень толстые или наоборот очень худые. От пятна мы все-таки видим. Поэтому от пятна рекомендую годик прожить от пятна. И вот, например, вот у нас идея портрета. Ну, мы опять возвращаем фоновые какие-то истории. А вот эти тематические уроки, конечно, очень рекомендуют, потому что можно действительно и не заплатить за урок толком, серьезно, а зато познакомиться с задачей. Потом прийти домой пописать. Может быть, даже стоит сначала столкнуться с проблемой и пописать дома после семинара, прийти домой и пописать, а потом прийти показать, что получилось и уже эту же задачу или аналогичную сделать уже на уроке. То есть сначала вникнуть в проблему, появилась проблема, потому что на уроке, конечно, проблема как появляется, тут же исчезает. Я их подрубаю. Но так вы столкнулись с проблемой, вы выяснили, где у вас слабые места, потом пришли и мы пойдем к слабым местам немножечко прошлись. Ну вот, допустим, мы сейчас с вами портретишку попробуем. То есть вы видите, кисть у меня параллельно холсту, я их так на штрихователе набираю какой-то вот хаос фоноглого пятна. Вот там тоже какой-то хаос. Опять же, вот эта история с пятном. головочка у нас касается середины, но смещена в левую часть. Ну вот мы ее прямо так и сделаем. То есть вынули красочки чуть-чуть. До, так сказать, сухонького холстука. Опять взяли. Да. Достаем силуэт головы. В данном случае пока только лица. Можно в несколько пальцев, чтобы быстрее это сделать. Набрали. Набрали. А, еще очень важно. Работаем не острием пальца, не острием, не острием пальца работаем, а подушечкой. Подушечкой. Ну, мне очень удобно этот палец. Не знаю, некоторые почему-то, особенно геортики, очень любят вот этим пальчиком работать. лучше, ну, не знаю, вот этот более активный, он лучше прогибается. Но этот все-таки указательный, а этот, наверное, все-таки моделировательный. И вот мы, допустим, набрали некое пятно головы. Тоже. Контроль за количеством краски. Палец или, скажем, рука и струхив. Лучше контролирует количество краски. То же самое гистью красочки будет переворчичек и нам уже с ним будет трудно работать. А так мы по-прежнему можем все спокойно уточнять. И вот, допустим, волосы. Ну вот, если их положить мастихином, то это хоть на что-то уже будет похоже. Просто придавливая краску, раздавая вот такими красивенькими локончиками. То есть это же приблизительный характер укладки, Нельзя сказать, что волосы вот такие. Но, тем не менее, это звучит. А если бы мы попытались рисовать кистью, попытались бы полную точность головы дать, то у нас были бы проблемы. Мы еще не умеем вырисовывать так, чтобы это было ладненько, разумненько. А вот такое мы можем. И это, кстати, вполне в духе современной живописи, в духе современных пристрастных зрительских. Ну и тем более, что это в принципе красиво. Допустим, мы сделали намек на овал лица. Чуть-чуть добавили волосиков туда, под подбородочек. Еще один момент. Ну вот те, кто учился в розбешколах, знают, что цилиндр штрихуется по по цилиндру для того, чтобы показать его круглость. Тоже самый рукав, если это толстый. Толстый. Ну, натуральная величина рука, то мы штрихуем нарочито по цилиндру и она у нас автоматически круглится. То есть важный момент. Ну, это обычно проходит, дети изновительно рисуют цилиндры, штрихуют. Это все очень хорошо, но это у них есть на это время. У нас мы должны делать руку и ее делать как цилиндр. Тогда мы это быстро все проскакиваем. Шар, конечно, он немножко другой, допустим, свет отсюда, но голова как бы шар, но она немножко и цилиндр. Поэтому хорошо, немножко цилиндр, цилиндрику и она у нас сразу становится колонной, красивой, мраморной колонной. То есть по цилиндру желательно работать такие вещи. И вот допустим у нас там какой-то рисуночек у этой головы. Он краснит, вы видите, да? Я взял красный, коричневый, немножко желтоты. Тоже вот эти церемонии с названием красок можно лучше прекратить. С краской ручиноты. Желтое, розовое или там красное, коричневое. А не так, что подай мне морс коричневый, темный, прозрачный. Ну то есть как она ты с ней. Желтота, грязно там, мута там. Какой это цвет? Ну вот мута там. Какая-то. И вот допустим раздадим теневые, да? Вот мы дали светлое облако, а теперь раздадим теневые. Вы видите глазки, и даже если не видите, то поверьте на слово, глазные впадины, они как очочки на лице. То есть слегка темнее, чем все остальное, чем эти открытые к среду места. И вот мы их сразу как очочки набрали. Под носиком обычно свет сверху, и под носиком теневая. Губочки. Сразу наберем их просто два червячечка. Два червячечка. можно сразу дать приятненький цвет. То есть не пытаться сразу вырисовать силуэт губ. А дать просто нежненькое пятно. Ну, соразмерно тому, если это мелкие губы, тоненькие, то мельче дать, если это пухлые губы, то тоже. И теневая под нижней губочкой. То есть у всех у нас под нижней губочкой есть ямочка, как правило, у всех. В данном случае еще немножечко выражена линия носа. Вот, допустим, глазки тоже всегда проблема. Сразу мы начинаем рисовать рыбку глаза. Не надо рыбку начинать. Стоит начать, допустим, вот с таких точечек, которые будут смотреть из этих очков теневых. Просто, чтобы они уже посмотрели из этой тени на нас. Вот они уже смотрят, правда, немножко? Причем, если мы отойдем немножко, мы увидим, ага, может быть, этот глазик стоит подвинуть ближе сюда. Может быть. Или этот куда-то подвинутый. Даже вот эти две бусинки уже где-то немножко смотрят. То есть, это как подступиться, допустим, вот портрет. Просто общу, как подступиться в портрет. То есть, собственно, это же у нас происходит и на уроках, поэтому я как бы анонсирую, что может быть, когда мы попадаем на урок. вот. И уже имея вот этот каркасичек темного, мы можем начать уточнять. Причем, часто теневые человек воспринимает как серый цвет, как темный просто цвет. На лице и на фигуре лучше всего использовать легкую красноту рисунка. Ну, скажем, ноздричка так по виду черная. Вот если так посмотреть на ноздрю, ой, черная, нет, ноздричка краснит, тогда в ней есть эта живиночка. То есть, ну, это записать не обязательно. Тогда в ней есть эта живиночка, кровиночка, да, ну, как палец на свет, когда он немножко как ягодка прозрачная. Вот эта линия между губ, как правило, ошибка, делают тоже коричневой. темной, мрачной, как у покойничка. Ну, покойничка отхлынула и чернит эта линия. А здесь не отхлынула. Поэтому с красниночкой, коричневой с красниночкой, и вы видите, достаточно приятное содержание вот этой линии. Мало того, нарисовав даже, может быть, даже уже прорисовав чуть-чуть какие-то первые намеки на форму, вот, допустим, даже мы что-то уже прорисовали чуть-чуть. И даже это имеет смысл на время смягчить, смягчить, чтобы идти от туманчиков, а не от жесткого рисунка. Не сможете, не справитесь вы с жестким рисунком, а с таким романтическим приблизительно. Можно справиться. Там линия носика, и вот мы ее примерно себе обозначаем. Тоже, видите, жестковато легло, да? Тут же пальчиком в мутату загнаем, в легенькую такую, мутненькую. Рыбка глазика. Верхняя века и ресницы длиннее, и складочка между веком и надбродной дугой достаточно глубокая. Как правило, у многих людей в основном так. Поэтому можно сразу дать достаточно широкое пятно верхнего века и маловыраженное нижнее. Обычно рисуют равноценные. Но хорошо именно так. То же самое. Ну, допустим, восемьи глаз темненькие. Самое темное место у верхней линии обычно в районе тот и самые длинные ресницы и плюс темнота зрачка и от этого, конечно, самое темное место получается вот здесь. Вот здесь. Рядом с темнилкой зрачка и самой длинной. То же самое. пробочки там какие-то наметить. Самое темное опять же у пробочки возле переносицы. Поэтому сюда желательно это выразить. То есть чуть потемнее, чуть повыразительнее у переносицы и чуть мягче там. Это если не брать черты лица. Просто общу схемку. Конечно, у каждого есть индивидуальные черты, которые будут появляться померяны. Скорее, а как с цветами выйти? Если, допустим, рисуют желтым, то все надо нарисовать желтым, а потом переходить уже в уголовный цвет? Нет. Значит, когда я вещу это лице, мы сначала в пользу разолизны, а потом в желтоту. Свет желтит. желтит. Поэтому тело самого красниночка и кровь там есть. И поэтому сначала мы идем с красниночкой, с розовиночкой, желтый добавляем, но как бы в пользу розового. А потом начинаем переходить в пользу желтенького этот же замес плюс белила. И вот оно все светлее, все желтее, но на периферике в этих теневых местах сохраняется некоторая розовость, которая нас очень устраивает. Если, допустим, речь идет о портрете, ну, опять же, можно все и это же тоже на время смягчить, чтобы нигде не допускать жесткий рисунок. С жестким рисунком мы не сможем справиться. Поэтому все время держим вот в таком состоянии. Из этого облака полу-намеков вытаскиваем, все время поддерживая приблизительный характер. И до какой меры мы можем дойти, мы щупаем, если мы чувствуем, что дальше не... Особенно, когда губы начинают вырисовывать, ну, или глаза тоже. То есть, поменьше вырисовочки. Вот какой-то приблизительный мотив, если он иногда даже нечаянно удался, в живописи очень много нечаянного. Иногда получился кусок красивого, а мы не заметили, что он красивый. И мы его продолжали, что он потерялся. наоборот, если у нас получился красивый кусок, будь то в фановом пятне, то мы его приумножаем. То есть, вы заметили, что это красиво, значит, мы и остальные стараемся к нему, вот в его манерке лежить, или в его цвете где-то обнаружить. красиво сочетание. Начинаем в тиражечек. Значит, красивые места обязательно в картине бережу. Вот это можно записать. Надо довериться своему вкусу, что да, вот это место красивое. Потому что многие говорят, я не знаю, где красивое дышу. Ну как не знаю? Знаю. Просто я настолько не привыкла сравнивать красивое-некрасивое, что как будто бы не знаю. Нет, знаю. А еще, в портрете очень важный есть момент. Вот если обойти всю классику портретную, классику, музейную классику портретную, вы встретите буквально три-четыре ракурса, которые буквально растиражированы. Один из них, это вот такая модель освещения. Другая, самая распространенная, это вот а-ля Джаконда. Это самая распространенная модель освещения. Значит, если мы выучим хотя бы два, вот мы три-четверти, да, три-четверти пород головы, мы выучим такой и выучим фаз. Если мы просто выучим модель освещенности, сделаем эту задачу, допустим, десять раз, мы в портрете будем чувствовать себя хорошо. Любой портрет, который мы соберемся затеять, мы осветим. Так. А их вообще немного, я же говорю, три-четыре модели освещенности портрета. Все остальные импровизации, это уже опытные художники, там иногда сложные какие-то рефлексы, там добавляют какие-то подсветки, но основная модель, вот Джеконда, ничем же не плоха, но это самая элементарная модель освещенности. Ну, скажем, Джеконду первой легко, потому что модель освещенности очень простая. Вот, поэтому выучить, буквально выучить, не импровизировать каждый раз, вот, человек, как попало освещенность, ты хочешь его нарисовать, не справишься. Выучи форму, как формулу, модель освещенности определенной, и тогда уже в этой модели укрепи руку и сознание. Научись в этой модели уточнять, уточнять подробности. Это когда касается портрета. Фигура немножко сложнее, потому что фигура может быть освещена, ну, это все-таки целая история, вот, поэтому там, конечно, немножко посложнее и сказать, что вот есть три ракурса фигуры, которые стоит выучить. Ну, зато с фигурой можно более общо работать, какие-то приблизительности. Я даже какую-то взял картинку для примера, чтобы вы могли посмотреть, что, да, действительно, это феномен живописи, но при этом это очень легко. Ну, вот, скажем, работа с фигурой. Да? картина, это же не каляка-маляк, это не детский сад, это картина, которая, может быть, была продана, там, за пять тысяч долларов, допустим. Вот, полноценная картина, очень видно, что, успешно, опытного художника, который может себе позволить такого рода живопись. элементарно. Вот это делается элементарно. И вот эту элементарщину, как ни странно, вы себе можете позволить. Вот то, что денег стоит, вы себе можете позволить. А вот то, что никому не дают, я имею в виду вернисаж, умение рисовать. Вернисаж. Ну, понятно, что все не так элементарно, как я уже сказал, но, тем не менее, умение рисовать чаще всего уводит людей на вернисаж. Ну, вот, что там рисовать? Там же рисовать нечего немножко опять же модель освещенности такая только в другую сторону вот такой там немножко головы все остальное это какие-то звуки 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 мастихином звуки может быть тряпкой чем угодно а тем не менее это сейчас вкуснее звучит чем вырезанный портрет ну потому что портал сфотографируйте еще и фотошопом доведите до живописного да а вот это не может фотошоп не может а мы можем а вот например обнаженная чек рисовал 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 головочка это тоже взрослый полноценный художник нарисовал картину он и рисовал рисовал она ему не понравилась вероятно я просто знаю как это могло бы быть и он это вот это взял и полю красным пока у меня поливал он вдруг обнаружил неплохо получается и так и оставил что он совершил он совершил то почему я сейчас вас призвал доверять себе если что-то красивое получилось не получилось полейте будет не шляпа образуется симпатичная немножко выразим идею шляпы и уже и уже ничего так себе портрет очень тяжело но его бояться не стоит надо выбрать себе просто правильный маршрут выбрать себе задачу посильную вообще ближайшее время себе станет только посильные задачи минимум для того чтобы не столкнуться с тупиком потому что тупики для новичка наступают беспросветные кажется что а когда же я тогда научусь рисовать вот как каждая новая картина это будет колоссальный опыт сознание ваш личный этот компьютер и он будет все наращиваться наращиваться где-то вы все равно что-то прорисуете вот и у вас будет этот академический опыт он будет нарастать но будет нарастать продуктивно то есть вы пишете картины вы выставляете вы вообще живете полноценной творческой жизнью но при этом продаетесь во всю но при этом у вас нет этой нет комплексами полноценности вообще замечательно набрать комплекс полноценности начинать с того что хочется конечно выбрать надо люблю цветы цветы вообще сейчас мы нарисуем цветы это совсем просто но я просто знаю что взрослые люди очень часто любят портрет нюк а к живописи часто приходят люди сложные богатые внутренним миром сложные структуры приходят живописи не сложно ничего нет ничего этого не нужно сложным тоже наконец-то захотела живописи изобразительного творчества больше хочет человека что-то связано с человеком ну хотя конечно некоторые влюблены в природу путешествий пописать 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 вот а начинать надо с того что нравится самое главное уже ключи есть ко всему есть связка ключей к решению любой задачи за этим ключами конечно ко мне вот ну немножко на семинар совсем чуть-чуть но больше в практическом исполнении во время уроков то есть у вас появляются ключи и вы с этими ключами приступаете к аналогичным задачам обращу ваше внимание что многие художники ну скажем всем известно что собрасов прекрасный художник но вы посмотрите работа собрасывается одни и те же работы домик здесь домик здесь домик там деревца здесь они они настолько однообразны вас в основе своей возьмем айвазовского десять тысяч однообразных работ ну хотя конечно художник где-то зацепился какой-то идею вот она у него лучше всего получит ее лучше всего востребовали конечно у меня уже начинает отрабатывать потому что мы конечно ищем похвалы вот но если мы не ищем похвалы и себя просто пробовать разных но и опять же и репинга утерся практически они только паркет ну есть более широкого спектра но если в основном все-таки человек упирается во что-то и сюда пишет а вам-то и подавно надо упереться во что-то потому что вы должны сначала сделать под ногами почву а потом уже на этой почве развлекаться в разных направлениях поэтому ошибочно вот брат бросаться браться за все вот на уроке часто приходят и поскольку после урока всегда готовая партийночка они очень довольны все тебя вот то у них кругозор расширяется но они очень много забывают из того что они уже сделали поэтому пока человек не цепился в одно он не может добиться хорошего результата в этом поэтому они щепанули знание по креете и за цветочки и прочее прочее нащипали нащипали те забыли новые прикрыли опять забыли ну такая кашель тем не менее как правило завод очень большая революция происходит сознание человек уже мир уже совсем и иным цветным минимум минимум имеющим форму имеющим содержание я конечно не за поражать когда человек рисует цветок допустим но точнее шестеренка какая-то да у которых все одинаково а вот сознание так настроено что не может преодолеть вот этот одинаковый ритм он знает что как в детстве элементарный он не может с этого зайти хотя обращающего внимания высоты здесь два лепестка слились вот они почти касаются а здесь один он добывается видишь и все равно шестеренка но есть такие люди даже не очень понимаю откуда может уже более простое сознание не потому что они примитивные ну просто простец не примитивно простец может быть так ну вообще там безнадежных если человек захотел были такие иногда приходят а девочка подходит говорит как вы думаете у меня хоть какие-то шансы есть ты смотрел что плохо ну да но если ты хочешь то конечно шансы два три месяца она уже в роде со всеми работает то есть принципе уже уже вот этой вот этого вывиха уже нет часто занятия просто есть общие занятия есть индивидуальные занятия несколько форматов ну есть даже дольтоники то в принципе вот готовим дорисовали все мы видим цвет но если мы розовый видимо в природе цветов мы видим это разбили на русском это не разбили на видение цвета умение цветом воспользоваться она приходит от если мы используем скупую палитру этим и идентично это используем скупую палитру то конечно это придет скорость потому что ну что там четыре краски ну арифметических действий очень мало поэтому конечно мы очень быстро освоить зеленый вот просто вообще из палитры если у кого есть зеленая выбросить а я хотела продумать вот мне поставили коричневый горшок да я вижу там он светлее коричневый там темнее там блик а вот я не вижу мне показали там зеленый а там красноватое я не вижу не носу коричневый да и текст действительно могут и зеленеет и краснеет вот этого не вижу зеленый да так отрежь он не придет я то что конечно общая образовательная система она рассчитана и медведя научить рисовать с одной стороны и с другой стороны она рассчитана на уме на какую-то унификацию все должны это видеть но есть люди которые могут действительно не так богато видят в цвете и не так у них это жажда цвета есть у них есть жажда форм жажда какого-то движения а жажда цвета нет и чего его насиловать когда есть без всякого без всякого цвета и очень красиво я не знаю зелененькое пятно вот сколько там того цвета но наверное если бы поставить эти бутылки поставить этот но другой художник бы там столько цвета вы накидал есть цветовики а есть график среди известных художников посмотрите есть но вот это вот северная русская северная школа письма вообще серенькая серебристенькая там цвета принять и в крым там у художников один сплошной цвет они как сумасшедшие заплатили там паре цветом а на зевере на город болеют тишиной вот этой спокойствием возвышенностью иконы есть яркие а есть очень тихие вверженные акцент идет на рисунок а не на а не на цвет поэтому не надо почему зря всегда насиловать и и ставить вот вот тут вот тут это дело это делает делает то что тебе нравится то что тебе свойственно вот в общем то это же естественно да мы не учимся одновременно и танцевать и рисовать и петь и по горам лазить нету можно конечно и так ну тогда да просто чесно зубы изучать этот цвет то есть не обязательно есть понятие грязали да вот грязали в цвете грязальность однородность цвета красивого рисунка однородность конечно конечно нету цвета есть идея мазка эффекта есть мастихин какие-то полосочки накидал организовал пространство он создал эмоцию на холсте взвинтил в эту эмоцию вот немножко там рисунок ну здесь конечно бы нам пришлось немножко туго но тем не менее все таки это же пассивно это штрафарет то есть несколько темных пятнышек был в глаз под носиком особого точного рисунка нет вот наша это наша живопись это для нас даже но пока мы будем делать такую у нас сознание будет усложняться в пользу точности и если мы захотим точности то по мере усложнения нас действительно есть когда мы только приступаем нас две октавы а потом набираем 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 массы у нас уже целые мелодии получаются но опять а может эти и не обязательно во все власти стороны развиваться может быть выбрать какую-то вот такого рода легкую живопись совсем легкую вот кстати импрессионисты знаете да что импрессионисты некоторые пришли из в импрессионисты пришли люди из клерков то есть они вообще кто такие а тем не менее стали основоположенками импрессионизма в том числе потому что импрессионизм как форма живописи очень удобная ее можно ослужить даже без этого толщины академического знания легкое письмо акцент на цвет на взбитость мазком идея импрессионизма во многом вот в таком мазочке вся картина взбита мазочком просто взбита мазочком вся 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 все 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 взбито все светлые темные небо небо не выкрашено а взбито мелкой 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 рябью мазочка этот мазочек кстати укладывать очень удобно вот таким образом кисть держим как бы клювиком пальцев и вот такие вот такие ударчики чуть-чуть протянутые не просто макнуть а ударчики протянутые и у нас появляется ряд я таких организация пространства на картине вот такой рябью возникает и вся 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 картина в этой рябе даже если не точно по рисунку но от этой рябью ты смотришь как живенько весело но они еще акцент на цвет то есть опять же на синий в тенях где его чуть-чуть они с полной силой не потому что они так видят они просто хитрят они знают что синий в тени хорошо звучит он несколько раз это сделал она заметил ну я имею ввиду условно художник мировой художник испокон века он заметил что в тени красиво звучит синий и на фотографии этого синего видит 20 . он нравится это преувеличенно прозвучит подкладывать но на светлые пятна преувеличена раньше они просто белый да уже по рисунку делалось не сначала вот допустим если мы пишем пейзаж алия импульсионизм и вообще любой у нас есть цвет неба он дает рефлексы то есть своим цветом почему тень синяя потому что небо отразилось в этой тени свет солнце сделала свет оранжевым разбил оранжевым а тень осталась голубой от неба рефлекс от неба голубая тень она голубая и на траве она голубая и на земле она голубит а вот это небо мы создаем среду обитания всех предметов или танческой фигуры сразу создаем набрасываем это небо на все потому что мы знаем что в небо дает эти серию пикс и мы создали среду обитания разбил этот голубой полностью все вышли кого а потом вгоняем уже или со заднего плана домики на травке на переднем плане и получается картина но я тому что этот голубой всюду вмешивается с одной стороны другой стороны краска которую мы положили небо она дает более удобного вкладывания мазочков то есть им не так сухо сухомятку эту что-то указывает среду небольшая замена цвета происходит больше голубого вовсю ну понятно что мы затопчем этот голубой где у нас тут то сего будет но это он не гнет и даже пока он будет там присутствовать пока мы будем все набирать он уже он нам все время с гармонизирует ситуацию на хвостке очень я хотел бы показать вам допустим пару таких маленьких веселеньких вещей вот допустим нам нужно нарисовать отражение в воде или допустим мокрый асфальт мокрый асфальт лужи есть вот приемы которые настолько удобны для исполнения вот мы просто навалили краски условно мы сейчас допустим рисуем отражению в воде ну те кто смотрел видео уроки эти конечно знакомы с этой типу хню это то есть отражение очень часто как стекло когда тихая вода отражение как стекло висит стекает и просто даже сбив направление краски мастихином допустим просто сбит мы уже получим эффект плоскости на которой это все происходит а над этой плоскостью допустим зелень нарядная комковатая иная по содержанию это как стекло а это комковатая и посмотрите буквально макать именно таким мазочком посмотрите как мгновенно можно создать деревцы теневые снизу допустим чуть-чуть кашиста густотой краски не опытным не умением рисовать а густотой краски просто умением ее упаковать на холстик мы раз и получили деревце да которая здесь отразилась может быть темной и чуть-чуть отразились которые снизу у деревца вот они вот деревца отразилось а здесь на переднем плане а здесь на переднем плане допустим травочки вот как рисовать дети создать множество травы где-то может быть и коричневизна сухость какая-то травочек этих земля может где-то чуть-чуть просвечивает просто макательно вот такой ударчик по холсту ударчики и посмотрите что творится травочки нет эти травочки у нас допустим зацвели вот это получается у сетки очень легко это вы потом тоже можете попробовать допустим какие-то ромашечки ромашечки по другой траектории допустим вот по такой траектории может там вдалеке грунт отделяет воду от дерева слякотные мазочки посмотрите как у нас богато выглядит эта почва что-то там там же ничего не нарисовано это просто клякса но клякса краски создала эффект эффект каких-то какого-то содержания на земле вот чуть-чуть да чуть-чуть и в отражение добавим сам этот бережочек так еще я хотел вам показать вот допустим очень симпатичную вещь потому что так легко пишется что аж хочется показать ивана многие цветы в этой манере потом очень легко будет вытворять совсем легко пишется у меня так все получают такое наслаждение от этих цветиков ну я сначала хочу чтобы пощупали вот эти вот вещи прям подошли и пощупали как можно нашпиговать красочкой густотой слякошно слякошно макательно чуть-чуть чиркательно блошмя мастикином блошмя чиркательно макательно густотой чтобы попробовать а потом после перекурщика порисуем немножко цветоники и тоже получим удовольствие кому очень важно научиться вырисовывать ну вот есть такое желание вырисовывать на рисунке вы просто будете совершенствовать свои чувства пропорции умение вкусно подбирать касание предметов линейный рисунок акцент такой даже для себя исследовал ну опять же конечно штриховательные вещи те которые и вмазанные живописи то есть можно будет совершенствовать рисунок для того что говорят так вот академическая формула выглядит так живопись это рисунок цвета все привычки рисовальщика идут на холм просто рисунок он не может работать фактурами а масло хитрит фактурами обыгрывает все густотой краски вы видели что это действительно возможно густотой краской не умея ничего рисовать просто ну просто правильно чуть-чуть прибить руку грубо говоря 3 часа и рука прибита у нас маленького размера холса маленький холс вообще надо забыть вообще это у нас как бы да минимальный формат вот на уроках но не рекомендуем до 30 на 40 не рекомендуем потому что на маленькой руке негде размахнуться и она не понимает что не так страдает мучается ну так конечно маленький пейзарчик наталярить можно цветочек можно наталярить например если цветы то когда вы пишете цветы старайтесь чтобы цветы были в натуральную величину в натуральную величину удобно воспринимаем в натуральную величину портрет в натуральную величину даже обнаженная фигура удобнее писать в натуральную величину потому что мы так воспринимаем Ну, как-то компактно ее сложить для холста. Ну, или, либо уже, вот как наша лагеринка была здесь. Ну, да, ну тогда она уже принципиально меньше, да, там уже кратное число уменьшения, там уже другая история, если нам не все же заваливать холстами. Ну, скажем, цветочки, портретики, портретики всегда меньше, лучше делать стремящиеся к натуральной величине. Академическая формула — это две трети от натуральной величины. Но до двух третей надо еще сознание надавить на это сознание, чтобы оно согласилось уменьшить до двух третей. Хотя академическая, музейная формула — это две трети. Ну, сейчас даже и преувеличенно делают, вы знаете, даже портреты вот такого размера делают. Все это оправданно, все это звучит. Опять же, в живописи есть понятие «звучит, не звучит». Вот мы иногда смотрим, красиво или некрасиво, а может быть иначе. Звучит, не звучит. Если то, что ты положила, звучит... Вот только что мне показали пейзаж фильма «Париж». Ну, шикарная вещь. У нее язык другой. То есть, просто люди рассуждают. А что криво? Да это не криво. Это наивно. Это элемент наивной живописи. Хотя она очень гармонична. Она вся гармонична. Просто там есть вот этот намек на наивную живопись. Что, конечно, делает ее уже с языком живописи. То есть, опять же, выбор языка живописи. Есть такое понятие «язык живописи». Есть академическая формула, академический язык. Это что вижу, то изображаю, но только используя художественный прием. А есть разные языки живописи. Вот скажем, импрессионизм — это не только стиль, манера, но это еще и язык живописи. И среди импрессионистов есть немножко такой язык, немножко всякой. То есть, лучше понятие языка живописи, чем стили. Потому что в стиле путаются сами эти искусствоведы. А язык живописи понятно. Вот в этом языке живописи. Похож на язык живописи, допустим, такого. Или в данном случае похож. Пахнет немножко наивной живописью. Уклонной этих может быть. Но это уклонная, они изучаются. Если ты так смотришь на него, оно звучит. А то, что простолюбину это может не понравилось, неточность. Так ему не понравилась непрописанность окон. Ему же много чего не понравилось. Но то, что это живопись, внятная живопись. Человек с уже немножко развитым вкусом, конечно, сразу предпишет, что это хорошо. Вот, ну мы сейчас две точки попробуем. Вот, а действительно уроки рисования хорошее дело было бы, очень хорошее. Тем более, что уроки рисования, они были бы все-таки отдельны от живописи. И хочется тренировать руку и глаз, и в умном направлении, конечно, замечательно. И обязательно онлайн, да? А? Рисование и в том числе обязательно онлайн. Ну я не знаю, сможешь ли ты еще в онлайне отбирать? Скажите, а в артре рисовать обязательно надо набить руку карандашом рисование? Или можно сразу маслом начинать? Сразу же. Масло это, живопись это рисунок цвета. То есть можно без рисунка обойтись. Потому что кисть тоже инструмент рисования. Мастихи надо тоже инструмент рисования. Палец. Вот. Это все рисунок. Ну только цвет. То есть без рисунка можно. Но рисунок. Так мы тратим холст. Так мы должны вдохнуть и сделать. А рисунок мы можем часик порисовать. И в принципе уже хорошо. Вот мы просто чуть-чуть потренировались. Не рисуйте кубы, не рисуйте драпировки, не рисуйте сложные вещи. Ну допустим, если хотите нарисовать драпировку, нарисуйте, скажем, подробный пакет, где будут задрапированы ткани на фигуре. Ну чтобы вам не было сложно. Потому что нет у вас времени рисовать драпировку. Нет у вас времени рисовать шар бесконечный. Для шара голова есть. Диаметр очень плохо. Кисти, ну, как искал. И с красками плохо. Ну скажем, вы пришли в салон. Вы пришли в салон купить краску. И вот допустим, голубая ФЦА есть, там морс-коричневая есть, а жёлтой, как ни жёлтой, светлой нет. Поэтому, конечно, лучше иметь дома запасы. И когда вы не наткнулись, у нас здесь скоро будет галерея. В том числе. И вы всегда сможете купить у нас их вот и этот перечень. Вот этот скупой перечень, там же в салоне для художника продается всё, в том числе и для всякого мастера. Для всякой чепутнию. Вот. А у нас будет только для живописи. Да, в случае ещё. А вы, это ученики, или вы только свои картины? Мы же не будем говорить, что тут будут работать. Для всех людей с улицы это будут полноценные художники. Почему? Потому что у нас картины полноценные. Кисти. Значит, с кистями... Кистей тоже, как и всего, производителей много. А хороших кистей мало. Некоторые говорят, вот хорошо колонок. Очень хорошо колонок. Особенно, если ты знаешь, что им делать. Ну, конечно, колонок прекрасен и для акварели. Но колонок, он же быстро выйдет из строя, а стоит он безумных денег. А есть синтетика, которая заменяется сейчас и колонок, и щетину, и прочее прочее. Есть синтетика очень тоненькая. Они такие приятные для женских вот этих. Она очень приятная. И кажется, что вот эту всю куплю. будет очень приятно писаться. Значит, нечто среднее между колонком и щетиной вот такой ворс. И вы можете, конечно, в конце, после ручка, ощупать это. Длина ворса очень важна. Вот у этих кистей хорошая длина ворса. И у коротеньких длинный ворс, и у длинных, и у широких. Кто производитель? Да, есть производитель. Они продаются иногда в магазине. Приходим, покупаем, если увидим, очень хороший. Ну, колос, фаламилк, ну, вот такие. Профессионалы знают, что они хорошие. И не профессионалы, потом, когда приходят в этот салон, им достаются кисти для клея. Каких-нибудь китайцев, может быть, даже голландцев. Кто-нибудь там в Голландии делает на всякий случай. Маркировка красивая, штучка красивая. Но это особенно ужасно, когда новичку дарят кисти кто-нибудь из доброжелателей. Потому что, конечно, покупают подешевле. И покупают по виду очень красиво, писать им совершенно невозможно. А как правило, если новичок приносит мне свой набор домашний, две трети сразу можно выбросить, а остальные пока не пригодятся. Поэтому рекомендую кисти этой марки. Можно будет покупать это у нас, у нас будут они. Ну и сейчас есть немножко. Вот. И... Очень редко. И... А-ля тоненькая, кругленькая, к сожалению, с этим вообще завал. Вот. Если когда-нибудь встретите, вот вернисаж, слово вернисаж, кругленькая, первый, второй, третий номер это ваши кисти. Если встретите, покупайте 100 штук, потом нам же испекольнете. очень хорошие кисти. А эти встречаются в магазине. А друг, да, дайте попутать. Да, вы сейчас в конце потом подойдете, я буду кушать, а вы трогать. Вот. А потом все номера, все будут номера. Ну, прямо так. А там один, два, два, четыре, шесть, 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 шесть. Достаточно. Какой минимальный набор? Да, минимальный. Ну вот, вот эти все. Все, все. Нет, ну так четыре цвета. Все номера. Там есть продолжение номеров. Я понимаю. Плоская овальная. А самая большая это? Начиная со второго номера, заканчивая двенадцатым. Вот это двенадцатая большая. И вот эти кругленькие, конечно, несколько обязательно иметь. К сожалению, продаются такие плохие, а это вот хорошее. Ну вот, если Бог даст вам когда-то купить, купите много. Она вам будет всю жизнь пригождаться. Ну, кольцовщик, говорю, спекминайте нам, мы уже перепродадим вам, и все будет хорошо. А здесь же там какие-то ровные, косое направление. Да, да. Очень хорошо, когда есть какие-то варианты. Хорошо, что все это и есть. Что это все встречается, что мастихины разных. Ну, действительно, для разных задач можно разные мастихины использовать. Тут мастихин, которым я увлекся. Ну, я не случайно, что он увлекся. Он просто очень право. Он все, что хочет, вытворяет. Вот те другие не все могут, только какие-то узкие задачи. А этот на все на все звучит. Вот. Вот, к сожалению, мы их стали выкупать. И зафиг. Ну, и там даже всякие. Он тоже нормальный там кого-то есть. Да, 61-й. Италия, Роза. Можете не писать. Ну, мы их отлавливаем, но нет. Знаете? В атрибуте. При желании. Есть? Али, у вас тут точно. Ну, подожди. Есть еще длинные мастихи. Маленькие, маленькие. Вот. А есть для крупных задач, вот более такой длинный. Вот этот я номер уже не вижу, потому что вы видите. Но это тоже для крупных задач. Вот для понаволки. На шутчинке его закидать, закидать, закидать. Это классно. То есть уже стоит. Ну, просто большой. Безосторонный. Вот такой капли-либин. Ну, эти иди. Ну, эти иди, да. Кстати, ну, например, если вы что-то писали-писали, как-чем-то писали-писали, и в итоге получилось так себе сегодня. Ну, не пошло. Ну, не пошло и не пошло. Полз убивать не стоит. Стоит его затереть. И будет, так называемая, имприматура. Так нам бы пришлось избавляться от белого, прежде чем начать работу. А так у нас белого уже и нет. И мы, когда он высох, ну, допустим, мы в конце работы, ну, не пошло. Вытерли. И когда оно все высохло, мы снова приступили на нем, но у нас уже есть темная подкладка. Потому что мы в живописи маслом идем от темного к свету. Вот это можно записать. Если в акварели мы идем от этого к темному, то здесь от темного к свету. Сначала мы чуть темнее, чуть темнее. Так, и вот эти вот у нас цветочки. Игорь, можно пару слов еще вот относить на масло, лака и масло? Да, значит, в качестве тройника, вот я говорю, что продаются готовые тройники уже с замес, там масло, если какие-то. А есть, как бы, классические тройники, это масло, вовремя, разбавитель, масло и лак. Лак, допустим, домашний. То есть не для покровных работ, а такой для живописных работ. Причем часть, которую составляет разбавитель в этом, может быть разная. То есть можно один-один, а можно два разбавителя, две части, одну часть масла и одну часть лака. А можно еще жиже, то есть еще больше разбавителя. Второй сеанс, или третий сеанс, когда мы выписываем что-либо, красочка немножко пожухла на холсте, особенно второй слой, когда мы по сухому начали что-то выписывать, что-то пописать по сухому, краска пожухла. Пожухла, она перестала блестеть, перестала быть нарядной. И мы, прежде чем приступить к работе, если эта работа высохла, просто протерли этим тройником работу и тряпочкой собрали лишнюю влагу с холста. Работа снова стала свеженькая, мокренькая, но не течет по ней, потому что мы тряпочки собрали, то, что течет. Она просто стала мокренькая, и масло с лаком дали глянцевость, блестящесть, мокренькость. Растворитель удалился, плюс он дал связку растворителе. Он немножко растворил верхний слой нижнего слоя, и который мы кладем сверху, он уже немножко схватывает предыдущий слой. Ну это как бы второй, третий, четвертый, вся. Чем он наносится? Чистем он наносится. Чистем просто. Натер, натер. Так, наштриховала. Можно еще вопросы? Когда уже картины высохнуты? Какой, каким, домарским лаком покрываем? Или какой-нибудь специальный? Нет, там есть акрилстеровый покровной, какие-то пшиклки придумывали. А зачем? Зачем? Равномерный блеск, равномерная... Да, вот просто высыхает он такой... Иногда даже можно лаком притопить немножко фактуру. Вот скажем, мы лицо писали, 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 и слишком много фактур возникло. И мы более густым слоем лака чуть-чуть притопили фактуру. Ну, как вот глянцевые вот эти вот поверхности столов, да? Они же совсем ровненькие. Ну, не до такой степени, конечно, за ним. Ну, немножко притопили фактуру. И она уже более человечная. А когда покрывать лаком? Когда уже полностью всё высохнет? Да, обычно классика жанра — это через полгода. В древности так. В наше время можно это, конечно, и через месяц. Вот. Может, ты еще не упрашиваешь? Да. Ты еще не упрашиваешь? А если не упрывать? Да, в первых, они не пойдут, а в вторых, это пасет. Скажите, пожалуйста, с работой, а вот некоторые задают вопрос, а зачем делать подкладку на весь холст? Среду обитания. Среду. Это всегда надо делать, да? Вот мы всегда выкрашиваем или белый, всё, или вот спрашиваем. Лучше, лучше. Особенно для письма, для письма лёгкого такого а-ля фрима. Для этого письма, конечно, нам нужно закидать холст краской, чтобы в ней, в ней, в ней, в ней. Потому что мы на фактурах больше играем, на жестах, на каких-то... И может быть, не однотонно, да? Ну, да, да, конечно. А белый мы иногда накидывали, чтобы... Вот если у нас что-то, мы предполагаем сделать, что-то разбеленное, чтобы этот белый уже навязывался, навязывался, чтобы у нас не было активных пятен вот такого рода, да? Чтобы всё немножко топилось в беливах. Ну, такой просто ход. Скажите, есть олифа и льняное масло. Это одно тоже, в принципе, или какая-то разница происходит? Ну, льняное, зачем? И льняное олифа, а льняное... Ну, олифа, по-моему, для иконных работ. Я, честно говоря, олифа, это в руках и синий портал. С чего нужно? А льняное масло куда-то подвинуется? А льняное? А льняное масло? Нет, льняное масло. А льняное масло можно... Можно даже просто на нём писать. И ты же помнишь, мы иногда там второй слой, немножко в маслице, чтобы краска по второму слою не жухла сразу и не втаптывалась. Она слишком быстро как бы схватывается, ссыхается. Хотя она и не высохла, но она ссыхается. Она сдала вещество мокрости своих. Первый слой. И мы уже слишком вязко работаем. А так мы с маслицем. Маслице не даёт впитаться, как ни странно. Так на поверхности и обживается. И мы там на маслице это набираем. И оно так деликатенько-деликатенько, тоненькими слоями. Не успевает схватиться. И мы можем целые сутки тогда опять же баловаться. Но это, по-моему, больше патрито, да? Вот если так, более тонкий. Ну да, где нужен тонкий слой, тонкий рисунок. Ну, допустим, у нас здесь какое-то глуховатое, тёмное пятно на заднике. И мы... Есть такое понятие ритмов в живописи. То есть, когда всё направлено, допустим, в одном направлении. Или несколько направлений в картине. Скажем, небо вот по такой траектории набрано. А растительность по вот такой. Вот эти вот листики и прочее. Это ритмы. То есть, так же, как в поэзии и в музыке. Это всё интересно, так и уже. Поэтому ритмы, если возможно, тоже используем. То есть, если мы рисуем листья, вот импрессионисты это придумали, и всё-всё-всё мелким мазочком в этом направлении, в деревца взбалтывают, взбалтывают, взбалтывают. Появляется эффект ритма. Да? Это же ритм? То есть, они все немножко направлены в этом направлении. Вот. А если бы мы их разных направлениях, причём внимательно бы следили, ага, эти листики сюда, эти сюда. Нет, и так тоже, как вариант. Ну, просто это немножко более сложно. Пропадает идея ритма. А это красиво, когда есть ритм. Опять же, трава по направлению такому. Вы видите, я уже автоматически, у меня кисть лежит на холстке, да? То есть, хорошая привычка. И вы тоже будете осваивать эту привычечку. Ну, то есть, понятие ритм. В данном случае, фоновое пятно задаст нам эти ритмы. Какие-то цветовые нюансы. Есть такое понятие грязца. Есть грязь, а есть грязца. Я думаю, что если вы будете пользоваться именно вот этими красками, то пока вопрос грязи не возникнет. А грязца она уместна. Она хорошо оттеняет хорошо оттеняет красивый, ну, нарядный цвет. То есть, если мы на грязцу кладем такой цвет чистый, он красиво звучит. И вот, допустим, поновое песно в этой картине мы наберем по косой туда. Где-то такой мятой косой. То есть, немножко организовали пространство. Когда мы это, допустим, сделали на всем. Вот у нас, допустим, цветочечки. Центральный цветочечек. Опять же, тот же прикольчик. Мы достали в сухой холст, чтобы положить небольшое количество краски. Над ним еще один цветок. Там еще один цветок. Здесь красный цветок, розовый. Ну, видите, я взял по вертикали, для того, чтобы не сильно кланяться к нему. И вот, например, что важно в таких вот вещах. Внятная теневая, внятная световая. Обратите внимание, светлый в тени не равен светлому на свету. Очень важные моменты. То есть, когда речь идет о свет и тени, то очень важно, что все, что в тени, в рамках теневой. Все, что на свету, в рамках световой. Тогда форма шара прозвучит. Тогда это будет естественно в пространстве и прочее. И вот мы, допустим, пальцем. Почему пальцем? Очень удобный инструмент для решения такого рода задачи. мера краски соблюдается хорошо пальцем. Так, и теневую. Она там немножко селеньет. Немножко селеньет. В центре китов рыжести, допустим. Немножко розовости, рыжести. Теперь начинаем усиливать световые. То есть, как бы мы сначала положили теневую. Помните, мы идем от темного к светлому. Палец прямо заточен рисовать лепестки пиона и не только пиона. Вы видите, я не сильно гоняюсь за каждой подробностью цвета. То есть, больше гоняюсь за содержанием свет-теней. Некоторые так влюбляются в работу пальцем, что потом очень не хотят работать другими инструментами. Дальше их заслоняют лепесточки, более мелкие, туда, которые в центре устремляют. И вы видите, прямо баловство пальцем рождает идею идею цветка. чуть-чуть подсматриваю, конечно, основные направления. да, конечно, может быть, устремляю. отменяется. отменяется. Увидим, плашимя палец лежит, да, то есть никакого острия пальца. Вот прямо всей подушкой своей укладывает. Здесь в тени, мы уже обсудили это, все, что светло, не равно тому, что на свету. То есть они уже, вот эти вот величочки, слабее, чем те, которые на свету. Разница есть, да, чуть-чуть? Разница, не чуть-чуть, а внятая разница есть. Если разница чуть-чуть пропала, значит, можно либо утемнить вниз, либо, на самом случае, наверное, усветлить вверх. Если мы, допустим, переборщили краски, и уже трудно, вязка слишком, слишком, ну, слякотно, можно опять же чуть-чуть подсбрить. Ну и степень. И опять нагнетать. То есть это рабочий процесс, поэтому, если что, сбросили красочку и нагнетаем более светлую. То есть, на самом деле, палец может и тонкие линии раздавать, и светлые. Ой, и тонкие, и толстые. И толстые. Когда уже пишешь, мозг, конечно, перестает быть славесным, становится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Конечно, наблюдаем и за расставленностью этих пятен. Вот, скажем, тут два лепестка слились в один, а здесь все три. Вот у меня пока это не показано, сейчас постараюсь выразить. То есть, что здесь два лепесточка сразу в одном пучке, а здесь целых три. Продолжение следует... Розовенький цветочек допустим за ним. Вы видите, с такой немножко наглецой работает. Если вдруг что-то нечаянно красиво сразу получилось, то необязательно не вырисовывать это. Пусть оно вот таким легким и останется. Какой-нибудь лепесточек там внятно выражен. Игорь, а с этой стороны длинный, как будто рельефный рисунок. А у вас краска плоская? Ну, уже густенькие, уже густенькие. То есть, разница достигается только разных цветов? Нет. Цветов, основной... Смотри, в теневой осталось все немножко мало краски, да? Цветовая густотой краски. От этого она и хорошо выражается. Вот. То есть... А плоскость картины самая плоская. Здесь одинаковая или есть более толстая краска? Там есть цветы, но там больше краски. Да, да, да. Ну вот густоты. Густоты краски. Они же прям видны. Ну, может подойдите и посмотрите. Вот. Здесь же, допустим, у нас участвует и листик. Причем, когда вот речь идет о листьях, можно прямо вот такие густоты. Причем тоже, тоже поверхность. То есть, не надо сильно много там пытаться нарисовать. Пусть оно немножечко мигательный такой характер. То в пользу темного, то в пользу где-то вот светлотики остались. То есть, буквально вот загоняем. Опять же, все, если надо, поправимо. Все уточняем. В итоге у нас появились жесткие касания, да, касания к фону. Жесткое. А где-то расплывчатое. Жесткое, расплывчатое. Это гуляние касаний очень красиво, именно живописно выглядит. Тут же какие-то лепесточки. И тоже, может быть, не надо их рисовать уже прямо так. Федантично. А просто за счет их множества устроить эффект. Видите, балуется. Мастихин буквально дурачится на холсты. Вот этому дурачству обязательно стоит освоить это дурачество. То есть, конечно, оно имеет какую-то логику небольшую. Но, в принципе, баловство. Стволичек какой-нибудь. А может быть... И тут же, допустим, какой-нибудь листичек перегородил. Значит, рекомендую. Вот здесь вот этот цветочек, вот этот прям вытереть. Вытереть и попробовать. Хорошо? Именно пальцем. Пощупайте, если кому интересно, вы прям можете покопать в робочем состоянии. Пощупать эту красоту. То есть, я вам скажу так, сейчас скажу вам, что вот эти вот вещи справляются все. Одни с первого раза, другие со второго. Но это вообще дикотинь.